Итак, наш следующий вопрос, это длинный вопрос о сидении на холодном полу, то есть вообще это длинный вопрос, значит, он, знаете, не секрет, что увидеть в нашей стране ребёнка без носков, это примерно то же самое, что найти здоровую беременную женщину. И вот дальше идёт описание о страшилках и так дальше, и о том, насколько хождение босиком влияет, может ли привести к воспалению придатков, воспалению органов репротивной системы. Я уже отвечала на этот вопрос в письменном виде, он размещенный в клубкоме и в моём блоге. И, честно говоря, вот связи между ухождением босиком и воспалительными процессами репродуктивной системы не существует, точно так же, как не существует связи с воспалением мочевого пузыря. Евгений Олегович Коморозский дал очень хороший ответ о том, обредит ли сидение, скажем, на холодном полу, особенно, когда попа голая, когда детей сажают, и там начинаются вот эти, значит, различные страхи, что ребёнок простудится и, значит, повредит там мочевыделительную систему и так дальше. Так вот, в плане мочевыделительной системы, значит, фактически переохлаждение всего организма, и в том числе сидение на чём-то холодном, действительно может привести к воспалению мочевого пузыря. Пузыря – это один из рецидивирующих факторов воспаления мочевого пузыря. Но в плане какого-то яичников этот фактор, он не действует. Во-первых, яичники имеют очень интересную структуру, и, скажем, они размещены довольно глубоко в малом тазу, поэтому, чтобы они переохладились, я не знаю, это просто нужно, наверное, в холодильнике полежать несколько часов или в морозильнике ещё лучше, и вот тогда, возможно, когда всё тело переохладится, то мы можем говорить о том, что яичники переохладились и, так сказать, простудились. Но в реальности для воспаления яичников необходима специфическая флора. И, кстати, вот очень хочу создать видео о том, что такое на самом деле аднексид. То есть всё время стоят вот этот аднексид, аднексид, то есть воспаление яичников. На самом деле воспаление яичников – это очень редкое состояние. острое может быть при специфических возбудителях, таких как гонокок, хламидии, вирусные острые аднексиды. Но хронически это практически диагноз, который я глубоко сомневаюсь, что он существует, и многие врачи его не признают. И вот я бы хотела по возможности не в вебинар, а отдельно создать какое-то видео и объяснить, почему, в принципе, вот эти все диагнозы хронических аднексидов, они недостоверны, то есть они неправдивы. Воспаление маточных труб – это совершенно другое. Во-первых, маточные трубы, они полые, там может собираться вот этот выпад, эксудат, там может размножаться бактерии, они могут размножаться, приводить к абсцессам, приводить к повреждению маточных труб. Это совсем другое. И здесь, говорится, это действительно серьёзный диагноз, и он бывает при воспалении в придатках в целом. Но, скажем, в отношении как раз яичников я не соглашусь с этим. Так вот, в сидении на полу, значит, когда вот в чём нашли учёные связь в отношении как раз ног, в хождении босиком, есть такая поговорка, очень смешное такое выражение, что промочил ноги – не работает горло, значит, промочил горло – не работают ноги. И, фактически, почему мы говорим, что когда мы промочили или перехладили ноги, у нас, значит, возникает простуда, мы начинаем, даже не простуда, начинает болеть горло. Оказывается, существует рефлекторный связь между пятками, особенно область пяток, и горлом. И действительно, значит, в горле могут суживаться сосуды от холода. И это, фактически, учёные считают, что это как бы создаётся почва для того, чтобы там могли вот такие вирусы и бактерии, которые уже есть фактически в ротовой полосе, их очень много, что они практически приводят к обострению заболевания, то есть вот возникает воспалительная реакция, начинает болеть горло. А в отношении кушерства, что заметили, что вот я пишу всюду, например, тоже, что греть ноги, особенно в горячей воде, и особенно до колен, нельзя, потому что это может вызвать, повлиять на сокращение матки. То есть такой метод был когда-то в старину, и даже в некоторых странах его используют до сих пор, скажем, в основном, а кушерки или повитухи. Это был метод вызова родов и стимуляции родовой деятельности. То есть женские ноги, вот беременные женщины, как раз когда и нужно было уже рожать в срок, помещали в горячий таз с водой, и, значит, это как бы стимулировало родовую деятельность. И, в принципе, опять же, оказывается, есть рефлекторная связь между рецепторами ног и особенно вот с сокращением сматки. То есть могут быть и в основном, это связано с нервными вот этими проводниками, связями, которые вот эти все нервные окончания ведут в поясничный отдел позвоночника, где есть вот нервное сплетение, и вот это может активировать сигналы, нервные сигналы в этом поясничном сплетении и, конечно же, подействовать на сократимость сматки. Вот это вот только такая связь есть между, скажем, ногами и некоторыми нашими органами, а абсолютно другой связи, по крайней мере, обоснованной научными экспериментами, клиническими исследованиями, не существует. Вот акупунктура – это совершенно другая область, я здесь даже туда в эту область лезть не буду, но вот это от нескольких словах о хождении пасеком. Хождение пасеком, в принципе, оно не противопоказано, оно даже полезно. И меня, например, шокирует в Канаде, когда я вижу вот зима, снег, индусы, китайцы, они ходят вот в этих вьетнамках, прямо по снегу, тут они могут быть теплоодетны, но там они ходят по снегу. Для меня это, конечно, некоторый культурный шок, я к этому не привыкла. Вот, и, в принципе, когда я спрашиваю людей, холодно ли им и так дальше, они даже приближаются, мы быстро говорим, туда сюда, раз, два. Ну, наверное, если бы я пробежалась, я бы уже слегла с больным горлом. Хотя, конечно, не пробовала, не знаю, может, ничего бы не было. Ну, наверное, если бы я пробежала,